Я пришла в школу 33. Конечно, это был микрорайон, это были сложные ребята, но был хороший коллектив. Коллектив педагогов был интересный. И поэтому в 91 году наше учреждение, школа 33, стало гимназией. Конечно, мы изучили все то новшество, что было в стране на тот период. Директор у нас, это горящий факел впереди нас всех. Время заставило нас перестраиваться. Я пошла на пенсию, можно так сказать, и сдавала экзамен по информатике. То есть осваивала компьютер. Ученики 11 класса, нынешние, которые я учу с 5 класса, просто уговорили меня выпустить их. Пожалуйста, выпустите нас. Поэтому, наверное, есть какой-то смысл в этом всем, но есть какие-то результаты. Наталья Михайловна – это удивительный человек, очень активная, с активной жизненной позицией. Она всегда умеет подбодрить, иногда может наругать, но только по делу. Ей всегда показать, как надо правильно делать. Она никогда не оставит в беде и всегда придет на помощь. Это действительно тот человек, который заинтересован в судьбе учеников. То есть с ней нам не страшны экзамены, потому что мы просто уверены в том, что мы сдадим все. На уроках атмосфера просто замечательная. Сидишь с открытыми глазами, навострив уши, потому что действительно погружаешься в атмосферу. У меня такой предмет – литература. Поэтому во все времена классика современна. А по русскому языку современно всегда был грамотный человек. Нравственность всегда, принципы человека, они всегда современные. Когда я пришел работать в гимназию 15 лет назад, Наталья Михайловна уже работала в коллективе. И всегда все эти годы она пользовалась заслуженным уважением. Это человек, которого отметили не только в гимназии, но и в России. Дети очень любят Наталью Михайловну. Ее классы отличаются порядком, дисциплиной. Если мы говорим о подготовке обучающихся по предмету русский язык и литература, то это всегда очень высокий результат в ЕГЭ, в любых других экзаменах и проверках. Самое главное – это чтение. Чтение сердцем. Дети так и пишут в анкетах. Учусь читать сердцем. Я говорю своим выпускникам, ну вот вы сами не любите читать, но добейтесь, чтобы ваши дети читали. Вот это самое главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!